Мы достаточно подробно разобрались по территории. На месте посмотрели, где есть возможность с учетом уборки старого мусора, котлова, явно вести надлежащий порядок и продолжить захоронение на существующем третьем кладбище. Поэтому в ближайшие пять лет размещения и захоронения кладбища на той территории, которая предполагалась несколько лет назад, и шли документы, не будет. Мы жителям эту информацию предоставили. И если какие-то будут еще доработки, и особенности, обязательно с жителями встретимся и все вместе обсудим. Александр Александрович, в связи с этим тогда возникает вопрос, а почему же тогда вкладывались деньги в проектную сметную документацию? Там порядка двух миллионов, я не знаю, может быть, меньше, больше. Зачем тогда нужно было огород городить, если мест предостаточно? И кто ответит за эту растратку? К сожалению, огород городился достаточно долгое время. Если так сказать. И на самом деле документы, которые были уже давно запущены, необходимо было просто дозавершить. Это первое. Второе. Да, к тем руководителям, которые не глубоко разобрались в суть данного вопроса, будут применены мер административно-муникального характера. И мы прекрасно с вами понимаем, что сейчас мы делаем заморозку ровно того момента, с тем, чтобы найти другие площадки, другие территории, которые в последующем понравятся, понадобятся через... И этот вопрос пока еще окончательно не решен, скажу честно. Мы ищем резервы, ищем возможности, которые устроят и будут комфортны как для жителей города, так и для жителей села Ивановка. Сейчас мы активно поиском дополнительных, удобных мест для захоронения занимаемся. Но на данный момент вопрос, о котором говорили жители, заморозен. Ответственность принесут. Пожалуйста. То есть он заморозен, он закрыт окончательно, чтобы в том, на той территории помогать. На данный момент, в ближайшие 5 лет размещения не будет. Как только мы найдем иные дополнительные места для захоронения, тогда мы предоставим необходимую информацию.